Вечер выходного дня дарит Владивостоку спортивный триллер, какого порой и в лучших лигах мира не увидишь. На стадионе «Динамо» луч принимает давнишнего соперника Томь из Томска. В этом сезоне клубы можно назвать разнополярными. Сибиряки идут на первом месте, приморцы балансируют на границе зоны вылета. Однако по игре нельзя сказать, что команды разделяют более дюжины позиций в турнирной таблице. Я перед игрой ребятам сказал, что сегодня выиграет та команда, у кого крепче «Орешки». Слово «Орешки» я считаю, что «Орешки кедровые» томские и «Орешки тигровые». Сибиряки стартуют по-хозяйски, используют стандарт. Лучевцы отбиваются после этого углового. Но вторую волну томской атаки не могут сдержать. Отличаются шумских. Ответы «желто-синих» акцентированными не назовешь. Знали, что луч до конца бьется дома. Знали, что большое давление создают в атаке. Много фланговых атак, много навесов, много борьбы. Нельзя же луч. Лучший ФНЛ по количеству единоборств. Томичи начинают второй тайм по лекалам первого. Домашняя заготовка и быстрый гол. Почти 80 минут хозяева уступают практически во всем. Но затем происходит перелом. Томич зависает в обороне, а луч идет вперед, как танк. Видимо, в день теигра, который и на эмблеме клуба, царь тайги покровительствует приморской команде. Одним из творцов камбэка становится хавбек «Желто-синих» Александр Носов. Когда забили первый год, ребята, которые вышли на замену, усилили, помогли. И команда воодушевилась и побежала вперед. И соперник чуть-чуть, наверное, надломился. И мы поверили и смогли забить, сравнять счет. Десятый номер «Луча» сначала красиво забивает сам, а затем отлично отрабатывает при подаче углового. И счет уже равный 2-2. Совсем чуть-чуть везения не хватает хозяевам, чтобы вырвать победу. Но и эта ничья почти равносильно выигрышу. Павел Зайцев, Екатерина Таланова, Панорама.